Приветствую! Для тех, кто только что смотрит эту серию моего видео, назову уход за собой, объясняю, я показывала макияж такой молочно-коричневый только на одно веко, на один глаз, поэтому здесь стрелки нету такой более четкой. Итак, поговорю сейчас по волосам. Прямо вот объясняю тоже для тех, кто это не нарощенные волосы, что вот, кто только что прибыл, смотрит. Это дорогие волосы, макияж делала, но сердце не могла. Это дорогие волосы искусственные, из искусственного волокна, но они очень дорого стоили, они у меня были. То есть это вот еще меньшая часть, еще половина есть такая же, чуть побольше. Там сделано все на мой хвостик, обмотано вокруг. Если у вас волосы такие более каскадные какие-то, более тонкие, будет более естественно выглядеть. Здесь он у меня на резиночке, ободок. Итак, может быть, лучше вам использовать такой вариант, как вот такой накладной хвостик, потому что, как я все изучила, вообще ухаживать за нарощенными волосами невероятно сложно. Это, во-первых, дорого. В нашем городе, я так понимаю, около 100 капсул, но у меня, в общем, не очень такие густые волосы, слабенькие. Это выйдет около, ну, я так поняла, 15 тысяч как минимум. Но это еще недорогая цена, детские волосы. Итак, волосы нарощенные нужно, во-первых, я слышала, что мыть любым, конечно, шампунем, но я думаю, что более разглаживающим лучше. Масками какими-то дорогими обрабатывать не могу. Че же цынос. И самое главное, уметь расчесывать. То есть, расчесывание там идет от кончиков. Вообще, любой волос так, конечно, надо расчесывать. Но вот с нарощенными обращаться... Вообще, говорят, что детские волосы, они на пожизненно. Ну, посмотрим, если я все-таки решусь и нарощу. Там в первой части говорила, что хотела височную долю, но поскольку коры, естественно, что эти волосы придется обрезать. Потом что, как и трошу челку только если использовать. А я не хочу. Я хочу добиться эффекта. Во-первых, они тонкие, очень детские волосы. И они к низу будут все равно тоньше. Вот как тоже этот хвост. Но это, конечно, более естественно смотрится. И, в общем, поэтому решила, либо если наращивать, то уже полностью. Ну, просто так настраиваться и попробовать хотя бы хоть раз в жизни, что это такое. Потому что еще раз говорю, детские волосы, он гладкий и тоненький к низу. Про детские волосы еще раз повторяю, что европейские, они не бывают черного, вот такого прям сильно-сильно черного, темного цвета. Мой от природы тоже цвет не такой. Гораздо светлее. Это у меня окрашенные корни. Это то, что берет мою седину. Ну и, в общем, готовьтесь к тому, что вы просто будете сушить очень долго.